В этом году исполняется 90 лет судоходства на Урале. 7 мая 1925 года в Уральске торжественно встретили первый пароход «Дема», который привез из Гурьева нынешнего отрау 5000 пудов груза и несколько пассажиров. Сейчас от былого величия остались одни воспоминания, а ведь когда-то объемы пассажирских перевозок достигали 1 миллиона человек. Подробнее в следующем материале. Начал навигации по Уралу в этом году ожидается после 20 апреля. Однако никого из руководства ТО «Флот» на месте застать не удалось. Предприятие переживает не лучшие времена. А когда-то, по воспоминаниям директора судоремонтного завода, по Уралу ходили около 100 судов. Сейчас осталось от силы 15. В этом году, да, и ТО «Флот» не было, и ТО «Старал», там практически ремонта не было. Наверное, сейчас подойдет вода, тогда будем поднимать на слип и делать. Потому что в прошлом году воды было мало, и мы не могли поднять на слип суда для ремонта. В этом году речники прогнозируют уровень воды в Урале около трех метров. Этого недостаточно, чтобы ввести активное судоходство. Милеющая река не оставляет шансов на выживание речного судоходства. Душа за флот? Болит, конечно. Практически с 1978 года здесь, на флоте. И то, что сейчас флот весь развалился хорошо. Хоть вот Борис забрал завод, сейчас восстанавливается, все. Вроде начинаем расти. Но заказов маловато. Хотелось бы больше. Каких заказов именно для вашего завода не хватает? Да для нашего завода судостроения. Побольше каких-то кораблей, не знаю, пассажирских. Для Уральска. Почему для Уральска не заказываются, не знаю. Хотелось бы, чтобы флот развивался. И все-таки вот это маловодие мешает, да? Маловодие мешает. Ну, можем же строить мелкосидящие корабли. Можем. Тотарау заказали, сделали, у них будет экскурсии. А у нас нет. Желательно, чтобы и у нас тоже было это. У нас тоже людям можно что-то показать. Сауркин-Яр. Прекрасное место. В Верховье ходить вообще. Там и природа. Люди бы отдыхали. Впервые за 30 лет на судоремонтном заводе построили комфортабельный пассажирский теплоход. Его длина 25 метров. Скорость 20 километров в час. Теплоход приводится в движение водометным двигателем мощностью 250 лошадиных сил. Осадка позволяет работать судну круглогодично. Но сейчас заводчане занимаются выпуском более мелкой продукции. Завод построил пассажирский теплоход на 60 мест. Было построено две насосные станции производительностью 4000 кубов в час. Они используются в Атераву для закачки воды в каналы. Также в 2014 году было сделано около 15 насосных станций для Атераву для подачи воды по поселкам. На предприятии отмечают, что им под силу изготавливать пассажирские теплоходы класса «Москва». Быстроходные катера и катера большой вместимости. Роман Копняев, Айбула Джигапар, Александр Грабрев, ТДК-42.